И в своем докладе Алексей Игоревич достаточно четко формулировал, по каким направлениям были привлечены средства краевого бюджета и федерального бюджета, и на какие задачи эти средства планируются направить в ближайшем году. Значит, конечно, если брать с точки зрения цифр, то, безусловно, это несоизмеримые цифры, собственно, с бюджетом самого поселения, и депутаты это хорошо знают и понимают, поэтому соответствующие программы, которые реализуются, их нужно эффективно использовать, что вы, в общем, и пытаетесь делать. Не всегда это получается, может быть, на 100%, но в любом случае результат достигается, достигается общими усилиями, и это приводит к тому, что какие-то объекты капитально ремонтируются, что-то проектируется и строится. Не исключением был и прошедший год, в котором ряд таких объектов были введены в эксплуатацию. Ну и, наверное, самый главный, основной объект – это малобюджетный спортивный зал, так называемый, хотя это спортивный комплекс, можно его так назвать, с двумя спортивными залами, многофункциональным игровым залом и залом для борьбы на втором этаже со всеми вспомогательными помещениями. Он завершен строительством, введенный сегодня, дети в нем активно занимаются, и у управления спорта, да, в общем-то, и у Псибая стоит задача загрузить этот комплекс максимально, для того, чтобы в нем не осталось свободных часов, как для детей, занимающихся, да, он был загружен, так и для взрослого населения. Эти вещи тоже нужно эффективно использовать. Параллельно мы приступили к проектированию капитального ремонта стадиона в поселке Псибай, и, соответственно, в этом году мы должны выйти на положительное заключение экспертизы где-нибудь к лету. Этот объект тоже есть в индивидуальном плане социально-экономического развития Мостовского района, ну и, в частности, Псибайского городского поселения. Это документ, утвержденный губернатором в 2021 году, и, соответственно, реализуемый на территории в целом района, есть, безусловно, и объекты Псибайского городского поселения. В прошлом году, вы знаете, до этого были завершены ремонты школы искусств, детского дома творчества, частичные ремонты, значит, был, дай Бог памяти, первый этап капитального ремонта дома культуры поселка Псибай-1. В этом году должны быть завершены работы в поселке Псибай-1, завершен капитальный ремонт спортивного зала Псибай-1, и, соответственно, продолжаются работы по подготовке к реконструкции очистных сооружений поселка Псибай-1. Уже докладывал Алексей Георгиевич, что выполнена проектно-смертная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проекта. Идет сейчас подготовка к определению финансовых ресурсов, не много, не мало, это почти миллиард рублей. Чтобы вы понимали, 800 миллионов стоимость реконструкции этого объекта. Регион рассчитывает на помощь федерального центра по программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Если эта программа, вы слышали, вице-премьер Хуснулин озвучивал, да и премьер-министр озвучивал, что 12 миллиардов планируется направить в регионы для выполнения задач по этой программе. Надеемся, что и Краснодарский край, ну и, соответственно, мы получим эти средства. Либо региональный бюджет, если не будет федеральных денег, начнет поэтапное финансирование этой реконструкции. Скорее всего, будет два этапа, это этот и следующий год, пока мы не имеем оконченного решения по источникам финансирования и по порядку финансирования. Но уже очевидно одно, что совместно с краем мы проектировали этот проект. Проект вложен на несколько десятков миллионов рублей, естественно, он будет продолжаться, будет продолжаться работа над его реализацией. Значит, проведется проектная работа по газификации поселка Перевалка за счет региональных средств и частичного финансирования с уровня местного бюджета. В этом году мы должны выйти в мае на положительные заключения экспертизы, по крайней мере, контрактные сроки таковы. Ну и, соответственно, в последующем будем обращаться в Министерство экономики, в Минфин Краснодарского края в рамках реализации мероприятия индивидуального плана планировать реализацию строительства, в общем-то, этого газопровода. Это вот следующий этап газификации населенных пунктов поселка Обсибай. Ну и, конечно, в этой части нужно не забывать, что у нас большая масштабная программа для газификации реализуется на территории в целом нашей Российской Федерации по решению президента Владимира Владимировича Путина. Ну и, помимо того, что поручено президентам выполнять структуру Газпрома, и они это активно делают, вы знаете, это доставка, по сути, газа до границ земельного участка со всей инфраструктурой, имеется в виду трубопроводы необходимые для этого. Ну и поручение было дано президентам Российской Федерации, всем губернаторам, руководителям регионов разработать меры поддержки населения для последующей газификации своих домовладений. К слову сказать, у нас в регионе существует 18 льготных категорий, которые имеют право на получение субсидий в объеме 105 тысяч рублей на газификацию своего конкретного жилища. Нужно эту норму, эти нормы знать, льготные категории понимать, и тогда сама цель газификации, догазификация, а цель доставить, как вы понимаете, газ до плиты, до горелки, она будет абсолютно выполнима для всех категорий населения. Ну, я приведу вам простой пример. Если отбросить такие очевидные категории, которые сегодня на слуху, это инвалиды, это ветераны, это участники специальной военной операции, это, как правило, там многодетные семьи, то вот категория, которую точно всем стоит рассматривать, это люди, у которых величина прожиточного минимума на одного человека в семье не превышает двух прожиточных минимумов. Это льготная категория по дегазификации, по получению субсидий на газ, на газификацию дома. Что такое два прожиточных минимума? Это порядка там 20, коллеги соцзащиты меня поправят, если я цифру немножко не точно назову, это порядка там 27 тысяч на человека, на каждого члена семьи. Поэтому, если по этим категориям посмотреть, то, наверное, 95% псибайцев в эту категорию льготников зайдут точно. А это означает, что остается только одно – понимать, как это работает, понимать, куда нужно обратиться и действовать. Это очень важное направление, поэтому я на нем останавливаюсь подробно, потому что для псибая с 10 тысячами населения это 250 заявлений на дегазификацию – это ничто. Это абсолютно ничто, поверьте, я говорю вам это абсолютно, понимая, о чем я говорю. Я в сельских территориях слышу такую цифру. В Махошевском, в Биноковском поселении. В Биноковском поселении, по-моему, 240. Для псибая это ничто. Это значит, эта работа должна быть организована на более высоком уровне, а это задача администрации, депутатов всех уровней и, конечно же, квартальных, прежде всего, во взаимодействии с депутатами. Попрошу уделить этому особое внимание. Это уникальная возможность, которую получили наши жители для того, чтобы газифицировать свои жилые дома. Работает выплата социальная для категории льготных двумя способами. Первый вариант, когда вы самостоятельно выбираете проектную организацию, соответственно, по цене, по качеству, по удобству работы, самостоятельно в последующем выбираете, естественно, получили технические условия, райгаза, самостоятельно в последующем выбираете строительную компанию, которая построит вам газопровод внутридомовой, установит оборудование проектное, соответственно, подключит все, сдаст в эксплуатацию и пустят газ. В этом случае вы все, что вы потратили в виде чеков, документов, в виде договоров, собираете, в соцзащиту приносите и, соответственно, пишите заявление, получаете 105 тысяч компенсации, прикладывая необходимые подтверждающие документы. Второй вариант. Ну, вы понимаете, что при этом надо деньги иметь у себя собственные, ну, либо заемные. Второй вариант. Когда у вас нет средств, тогда и этот вариант учтен. В регионе у нас можно действовать совместно с ГРО, газораспределительной организацией, которая у нас является, ну, в простонародье мы называем Райгаз. Да, не буду там сложное название называть вам для простоты понимания. Вы обращаетесь в Райгаз, будучи льготником. Райгаз за вас получает предварительно аванс в соцзащите, заключая с вами соответствующий договор. Он производит все работы от проектных до монтажных работ и запускает вам систему газоснабжения. И после этого получает оставшуюся часть от половинки, от 105 тысяч. Понятно, да? Если будет больше, расходы будут по какой-то причине, все же зависит еще от выбора оборудования, от каких-то особенностей, там, может быть, домовладения или участка газопровода, который строится от границ земельного участка до самого домовладения. Поэтому, если больше, то доплата производится вами. Но, как правило, практика показывает, что при средних условиях 105 тысяч и недорогом российском оборудовании 105 тысяч достаточно для того, чтобы дом газифицировать. Значит, пожалуйста, уважаемые коллеги, обратите на это особое внимание и дайте возможность доступа к этой информации. Помимо того, что есть там в средствах массовой информации, разъясните, сводите за руку, как угодно нужно действовать, но добиться нам с вами результата. Значит, пожалуйста, действуй в этом плане активней. Как я уже сказал, планируется завершить в этом году ремонт дома культуры поселка Обсибай-1, завершить, готовится сейчас проектно-смертная документация на ремонт, капитальный ремонт школы гимназ, гимназии номер 4, ремонт велошколы, уже документация готова, это бывшая баня поселка Обсибай-1, сейчас идет подбор исполнителя работ, деньги краевого бюджета выделены. Вы, наверное, слышали о том, что губернаторам принято решение на личном приеме о строительстве в нашей, в Сибае, новой велошколы, краевого значения. Сейчас идет определение концепции этой велошколы и, соответственно, выделение, потом после этого мы займемся выделением земельного участка. Ну и, соответственно, регион спланирует это строительство на ближайшие несколько лет для того, чтобы у нас с вами, учитывая наши возможности и, в общем-то, опыт, который мы уже наработали в реализации, собственно, этого велопроектов, да, вы знаете, что и региональные, и федеральные соревнования юношеские проводятся здесь, в нашей территории. Соответственно, такой проект планируется реализовать в ближайшие годы. Фельдшерско-Акушерский пункт новый, соответственно, планируется построить в этом году уже в поселке Перевалка. Сейчас ведутся подготовка к проектированию и последующему строительству. Это блочно-модульные здания, которых уже в районе размещено три. Значит, и, соответственно, планируется в этом году Перевалка и Хутор, по-моему, центральный, если мне память не изменяет. Это два крайних ФАПа, которые мы должны в первичном звене здравоохранения закончить. С амбулаториями врача общей практики с 10 мы завершили в прошлом году, завершая строительство Махушевской амбулатории. И, соответственно, в первичном звене у нас остается, значит, ждем завершения строительства поликлиники в райцентре. Ну и, понятно, там уже череда ремонтов, о которых мы говорим и которые ведутся. Сегодня вы знаете, что в райцентре ремонтируются долгожданные роддомы, детское отделение капитально ремонтируются. В этом году эти обе стройки будут реализованы, будут получены в результате современные комфортные отремонтированные объекты. Безусловно, и то, что вы говорили и называли по Псебайских, по объектам Псебайской районной больницы или просто больницы, да, это будет, безусловно, в реализации у Минздрава. Вы знаете, что с 2019 года это объекты Министерства здравоохранения Краснодарского края. Соответственно, все замечания, которые были высказаны и председателям совета, и жителями, которые высказываются, мы будем аккумулировать, направлять в Министерство здравоохранения. В том числе обсуждать с коллегами в рамках работы проектного офиса, так называемого, который создан на период реализации индивидуального плана. Либо эти объекты будут учитываться и добавляться в индивидуальный план, либо будут реализовываться индивидуальным Минздравом в рамках своих отдельных программ, не связанных с выполнением индивидуального плана. Но очевидные вещи, безусловно, тем более, если там какие-то тазики стоят, я попрошу, Дмитрий Сергеевич, сегодня же выехать, сфотографировать мне эти тазики, подготовить на министра здравоохранения, на главного врача письмо официальное, отправить его завтра же. С этими тазиками, трубами текущими, я, честно говоря, не знаю, о чем идет речь, не видел собственными глазами, почему я хочу сегодня увидеть эту непонятную для меня картину. Соответственно, будем продолжать в этом направлении работать совместно с Минздравом, как я вам уже сказал. И на чем хотел бы еще заострить внимание, перевалки, наверное, еще о Дагазе пока рано думать, но, тем не менее, об этом надо говорить уже с жителями перевалки уже сегодня, первичные какие-то разъяснительные мероприятия вести, по крайней мере, чтобы они уже начинали, в общем-то говоря, включаться в этот процесс и понимать, какие документы. А документы, я почему говорю заранее, потому что одним из основных и главных документов является оформленный земельный участок, что, как правило, всегда является препятствием при заходе на догазификацию. К заявлению достаточно приложить личные паспортные данные и, соответственно, документы на земельный участок и домовладение. То есть эти документы должны у человека быть в наличии. Земельный участок должен быть оформлен, иметь договор соответствующий, оформлены границы земельного участка. Поскольку речь идет до границы земельного участка, им нужно четко понимать, где она, эта самая граница. Ну и, соответственно, документы на дом. То есть дом должен быть введен в эксплуатацию, на него должны быть соответствующие правоостанавливающие документы. И вот этих документов будет достаточно, чтобы Райгас принял от вас соответствующее заявление, подготовил договор, определил сроки в соответствии с постановлением правительства и начал реализовывать проектирование строительства газопроводов, необходимых для того, чтобы ваше домовладение в перспективе обрело газ. Поэтому перевалки точно необходимы жителям перевалки уже сейчас проверять соответствие своих документов, консультироваться по данным вопросам, ну и принимать соответствующие действия, которые приведут к получению этих документов. Я не исключаю, что при хорошем стечении обстоятельств и не учитывая достаточно короткую протяженность газопровода, соединяющего Псибайс перевалки, я не исключаю, что может быть принято решение уже в этом году о финансировании строительства этого объекта. Это в плане не предусмотрено, но мы в зависимости от цены, которая будет получена после государственной экспертизы, мы с Краем будем точно обсуждать этот вопрос по финансированию этого объекта. В целом, вы знаете, что у нас, а может быть и не знаете, предстоит в этом году Край планировать построить новое здание аварийно-спасательного отряда Кубань-Спас, для этого выделен участок на территории стадиона, и это тоже будет новый объект, который улучшит инфраструктуру нашего населенного пункта. Если говорить об оценке деятельности администрации и Алексея Игоряча, то я присоединюсь к уже высказанным мнениям о том, что работа ведется, работа ведется планомерно, она напряженная всегда, потому что большой населенный пункт, большое количество проблемных вопросов. Я прошу особое внимание обратить на те вопросы, которые называют сегодня докладчики, и особенно на те, которые уже, как мы в народе называем, с бородой. Я уже устал слышать про остановку в районе рынка, я не понимаю, что мешает вам ее реализовать, имея дорожный фонд, имея, в общем-то, средства на это, имея понимание, что это надо сделать, не понимаю, если технически не в состоянии, давайте мы вам поможем. Я попрошу мне как-то пояснить эту ситуацию, что мешает построить там остановку. Алексей, в чем там проблема? В полиции согласование уже получили, заказали проекоментацию на ней. В этом году я планирую поставить две остановки в районе пятой школы и на центральном рынке. Это что в приоритете? Ну, соответственно, текущий ремонт существует. Вы обсуждали с жителем ее местоположение? Да, непосредственно с жителем. Борис Васильевич, а вы не знаете об этих планах? Значит, мы по этому вопросу с Алексеем Игоревичем много разговаривали, я знал. Ну, вопрос в том, что, значит, или там построить, или здесь построить. Но если вот сегодня вопрос решился, это спасибо. Не-не, подождите, Борис Васильевич, пока ничего не решилось. В отличие от вас, я не обсуждал с Алексеем Игоревичем эту остановку, потому что у меня тогда возникает вопрос. Смотрите, мы часто встречаем, взаимодействуем. Если вы не знаете до сих пор, где остановка будет, то вы не встречаетесь и не взаимодействуете. Я считаю, что когда вы взаимодействуете, перед вами должна лежать схема, и вы должны сказать, да, всех устраивает, все хорошо, Алексеем Игоревичем. А иначе получится обратный эффект. Построим остановку, потом будет вопрос, не там построили. Все правильно. Ну так, а я об этом. Поэтому давайте договоримся так. Поскольку это остановка для жителей, вы, пожалуйста, после нашего отчета с Советом депутатов, если они этого не видели, с профильной комиссией, как минимум, да, с председателем Совета ветеранов, с другими общественными организациями, с казачеством, обсудите публично этот вопрос. Я уж не говорю там с жителями в сети интернет задать вопрос и предложить варианты. Ладно уж, давайте мы в эту глобальную систему не заходить, хотя к этому надо стремиться на самом деле, решая такие важные вопросы, как размещение остановки общественного транспорта. Она же общественная. Мы же не для себя ее устроим. Значит, мнение общественности здесь должно доминировать. Я понимаю, могут быть какие-то технические проблемы. Где-то там автомобильные карманы не соответствуют, безопасность не соблюдается, но это надо обсуждать. Давайте мы вернитесь, пожалуйста. Я извиняюсь, Сергей Алексеевич. Согласован уже с ГАИ, да, от вопроса? Да, на той неделе мы от инспектора получили согласование и был заказан, подготовлено, ну, отправлено уже письмо на разработку проекта смертной документации. Но именно там, где у нас идет скопление больших людей в момент рынка и все. Где мы с вами и проговаривали. В общем, около центрального входа будет остановка. В районе центрального входа. Все, спасибо. Спасибо. Ну, я, Борис Алексеевич, я пока, я же вам говорю, давайте, хотите, задержитесь, я тоже хочу увидеть. Ну, уже ж в вопросе решенный. Я не знаю. Вот, послушайте, я об этом вопросе уже на второй или третий отчет сообщаю. Если бы он был решен и уже постановка стояла. Пока он что-то не решается, я не могу понять причин. То ли решающие люди нерешительные, то ли проблемы технические есть. Там же возле центрального входа съезд и дорога. Автомобильная дорога общего пользования. От этого входа нужно на определенное расстояние отодвинуть остановку, исходя из мер безопасности дорожного движения. Вам не согласуют прямо там остановку, прямо на входе. Вот этот вопрос решен. Сколько метров от поворота будет? А дальше у вас там ручей на скотах. Вот она перед ручьем. Перед ручьем. Это место хватит. Перед ручьем. Ну, тогда вот более-менее понятно. Автомобильная дорога до знака получается, а от знака до ручья мы формируем остановку. Хорошо. Ну, я думаю, это место у входа, можно назвать. Вот поэтому и все вопрос решался за рынком строить эту самую, эту остановку, понимаете? Для людей-то это неудобно. Столи это настояло, я говорил, стоят еще простые. Там не остановку строили, там какое-то позорище прилепили, так по-русски говорят. Точно не уровень Апсибая. Какой-то заездной карман бетонными столбами огорожен. Я уже критиковал руководство Апсибая, предыдущее, и заместителя, которые сейчас работают. Я им говорил, не умеете, придите, спросите. Мы вам расскажем, как это должно выглядеть. Я уж не говорю о местоположении. Ну, хорошо, профессор. Спасибо. И в этом, кстати, ничего зазорного нет. Я когда говорю, если не умеете, придите, спросите. Я же не имею в виду, у людей нет опыта. Это нормально. В поселениях люди меняются. Управленческий состав часто приходит новый. Действительно бывает, что нет опыта. Поэтому спросить не тогда, когда уже построили, кучу критики получили, а до того, как начинаем. Надо же, я понимаю, стремились там малыми деньгами отделаться. Но иногда надо сделать один раз, может быть, более дорого, но и забыть там лет на 10, как минимум. Посмотрите, в том же Псибае сколько неплохих типовых остановок было сделано. Надо эту практику развивать и продолжать. И тогда Псибае через некоторое время обретет свой новый облик современный. А к этому, безусловно, нужно стремиться. И сделано на этом пути немало за эти годы. Так, хорошо. Давайте к вопросам потом отдельно подойдем. Я еще раз скажу о том, что практически нет у нас на контроле каких-то невыполненных поручений. А мы меряем и по этим, как вы понимаете, показателям. Соответственно, есть только одно направление, где вам нужно поднажать. Это, прежде всего, административные регламенты по государственным услугам и взаимодействие с МФЦ. Потому что от объема взаимодействия с МФЦ зависит удобство жителей. Для того и создавались территориальные обособленные подразделения, которые работают во всех населенных пунктах, чтобы как можно меньше жителям приходилось ездить в райцентр. Поэтому от объема соглашений и переданных полномочий, а это соответствующие регламенты взаимодействия, будет зависеть от того, насколько удобно жителям Сибая, немаленького населенного пункта, как мы понимаем с вами, будет взаимодействовать с МФЦ. МФЦ открыта для этой работы, это региональная структура, но, тем не менее, руководитель, бывая у меня, всегда наоборот призывает к тому, чтобы главы активнее работали. Просьба проанализируйте, я вас знаю, что вы в процессе исправления этих вопросов, ну и, соответственно, как следствие. Морского поселения в 2020 году принимало участие в федеральных и краевых целевых программах на условиях софинансирования, и это позволило привлечь дополнительно в бюджет поселения краевые средства в сумме 60 миллионов 288 тысяч 700 рублей, которые были направлены на завершение строительства объекта малобюджетный спортивный комплекс по улице Комсомольская, 137Б, поселке Псибай Мостовского района Краснодарского края. На разработку проектной документации по объекту канализационные очистные сооружения производительностью 800 метров кубических в сутки муниципального образования Псибайское городское поселение Мостовского района Краснодарского края. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местное значение, в том числе по объекту, капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Комсомольской от переулка Маяковского до переулка Пионерский, переулок Пионерский от улицы Советской до улицы Комсомольской в поселке Псибай. Внесение изменений в генеральный план поселения. Замена аварийных и ветких водопроводных сетей на территории поселка Псибай. План бюджета по доходам на 2024 год утвержден в сумме 71 миллион 152 тысячи 200 рублей, в том числе объем собственных доходов бюджета прогнозируется в сумме 35 миллионов 254 тысячи 100 тысяч рублей. В структуре собственных доходов основную долю занимают налоговые доходы в сумме 30 миллионов 675 тысяч 500 рублей, которые составляют 87 процентов и неналоговые доходы, утвержденные в сумме 4 миллиона 578 тысяч 600 рублей, что составляет 13 процентов собственных доходов. Бюджет по расходам сибайского городского поселения в 2024 году составит 74 552 тысячи рублей. Эти средства предусмотрены на культуру, общегосударственные вопросы, жилищно-коммунальное хозяйство, национальная экономика, физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в том числе защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность, другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности, национальная оборона, переданы полномочия по контрольно-счетному органу, обслуживание государственного долга, социальная политика. Исполнение расходной части бюджета в 2023 году на содержание дорог годовой бюджетное назначение составило 20 миллионов 372 тысячи 400 рублей. В ходе реализации мероприятий по содержанию дорог в течение года выполнены работы. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности населения, что входит в услуги по установке дорожных знаков и нанесению горизонтальной дорожной разметки, также услуги по устройству искусственных неровностей. Также реализация мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, а это произведен капитальный ремонт улицы Комсомольской от переулка Маяковский до переулка Пионерский и переулок Пионерский от улицы Советской до улицы Комсомольской в поселке Псибай. Также разработана проектно-сметная документация на объекты. Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Первомайского устройства тротуара от переулка Гоголевского до улицы Гераскина в поселке Псибай. Капитальный ремонт автомобильной дороги по переулку Гоголевского устройства тротуара от улицы Мостовой Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице 60 лет октября к устройству тротуара от улицы Гераскина до дома номер один в поселке Псебай. Оказаны услуги по составлению смертной документации по объекту организованная организация парковочного пространства по адресу поселок Перевалка, Садовая 1. Оказаны услуги по технической инвентаризации и изготовлению технических паспортов сооружений. Выполнены услуги по укреплению опор моста через реку Армянка по улице Красноармейской в поселке Псебай. Выполнены работы по ремонту дороги в поселке Никитина в связи с выпадением обильных осадков произошло обмытие участка дорог до поселка Никитина. Выполнены работы по ремонту дороги по переулку Некрасовскому. Произведен ремонт остановочных павильонов, услуги по нарезке куветов, также услуги спецтехники по перевозке техники грузов, услуги по очистке автодорог местного значения от снега, подсыпка противокололедными материалами, услуги экскаватора. Также услуги по обкосу сорной растительности вдоль дорог, услуги по уборке мусора вдоль дорог, оплата за выполнение услуги по осуществлению строительного контроля, по изготовлению сметной документации. Приобретены и установлены дорожные знаки. На мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства фактически освоено 228 тысяч рублей. При запланированных расходах в сумме 246 тысяч 200 рублей или 92,6 от плана. На мероприятия в области подготовки градостроительной и землеустроительной документации на территории Краснодарского края освоено 945 тысяч рублей. 100% исполнение. В разделе «Коммунальное хозяйство» бюджетные средства освоены в сумме 9 миллионов 608 тысяч 200 рублей или 96,9% оплата. В том числе реализация мероприятий по ремонту водопроводно-канализационного комплекса. Разработана проектно-сметная документация по объекту капитальный ремонт водопроводной сети от водозабора в СИПА-1 до 60 лет октября, от дома 14 до дома номер 18. Получение санитарно-педагогическое заключение в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю на проект санитарно-защитной зоны. Получение решения об установлении санитарно-защитной зоны в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю. Предоставлено из бюджета Всебайского городского поселения Мостовского района субсидия на приобретение контейнеров ТКО. Развитие водоснабжения населенных пунктов, произведена замена аварийных и ветхих водопроводных сетей на территории ПГТ Псибай. Также реализация мероприятий по газоснабжению населения, реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов коммунального водоотведения. На благоустройство средства освоены в сумме 5 млн 925 200 рублей или 96,7 от общего плана. Это мероприятия по организации озеленения на территории Псибайского городского поселения, мероприятия по организации содержания мест захоронения, отдельные мероприятия по благоустройству в том числе, произведен ремонт висячей кладки в поселке Бурном через реку Малая Лоба, уборка мусора на территории ПГТ Псибай, обкос ссорной растительности на территории поселения, произведена обработка контейнеров ТКО на территории Псибайского городского поселения, произведена дилетизация и дезинфекция общественных мест поселения, мероприятия по организации сбора и вывоза ТКО. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, на нее выделено годовое бюджетное назначение, исполнено на 76%, в сумме 3 млн 257 400 рублей. Мероприятия по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и последствий на 2023 год исполнено на 80%. В том числе, приобретены материалы для ремонта кровель домов, которые пострадали в результате ЧАЭС. На мероприятия по обеспечению пожарной безопасности приобретены железобетонные кольца и железобетонные крышки. Всебайская земля оставалась мирной, росла и развивалась. Всебайский край сегодня это грамотные инициативные люди и талон для них почетные граждане. Всебайского городского поселения, где каждая живая легенда. В связи с празднованием Международного женского дня. Благодарность выражается. Председателя спрашивает, за что вы ограждаем? Он говорит, там все написано.